Привет, зовут вас. Сама себе. Я не очень, честно говоря, понял суть вашего вопроса. То есть вы говорите, что обидно ни на кому конкретно, как жизнь распорядилась. Это, по сути, ваш вопрос. Как ему помочь, терапия у него не пойдет и прочее, прочее, прочее. Понимаете, в чем здесь суть? Вы говорите, что вы были в нездоровых отношениях со своим мужем. И нездоровые отношения с кем-либо, это отношения со зависимостью. И поскольку вы испытываете сейчас чувство вины, я полагаю, что вполне можно сказать, из-за зависимых отношений со своим мужем вы не вышли и не переросли. То есть, ну, изменилась форма созависимости, теперь вы не хотите быть ему мамой, теперь вы хотите, теперь вы испытываете за него все равно повышенную ответственность. То есть, как бы, человеческими чувствами вы оправдываете тот факт, что берете за него ответственность. То есть, вы рационализируете, вы рационализируете проблему того, что по-прежнему относитесь к нему по правительству. Потому что, да, человеку может быть плохо, но именно, потому что он чувствует, что вы себя вините, и чувствует, что вы хотите ему помочь, он, вероятно, не может окончательно отпустить вас и идти дальше. И не может пойти, например, на ту же терапию. Понимаете, какая штука. Поэтому, я думаю, что ваша созависимость от мужа не завершилась, я думаю, что она просто приняла иные формы. Я думаю, что вам по-прежнему хочется заботиться о нем, хочется брать за него ответственность, как это было раньше. Просто сейчас вы объясняете это человеческими чувствами, и почему-то вам обидно, что жизнь так распорядилась. То есть, я вам это такая очень жертвенная и личностно безответственная позиция по отношению к себе и по отношению к своему мужу. Потому что вы считаете, что ваше желание ему помочь, оно идет ему на пользу, но на самом деле нет. Потому что это лишь только удерживает человека в том вот состоянии, в каком он находится сейчас. Если же мы говорим о чувстве вины в целом, то это агрессия, невыраженная агрессия, невыраженная защита, невыраженное отстаивание своих интересов кому-то. Вот, возможно, вашему мужу, возможно, кому-то еще. Тут нужно этот момент поисследовать и разобрать, кому именно. И чувство вины уйдет, как только вы сможете выразить ту агрессию, которую вы в свое время не выразили. Вот. Ну и понятно, определенный навык такого личностно зрелого поведения вам тоже необходим. То есть одно дело, одно дело, если вы человеку сочувствуете и готов ему помочь, но при этом уважняете его выбор. А с другой стороны, если вы жалеете человека и считаете, что что-то ему должны и прочее прочее. Это совершенно разные вещи. В целом, сама себе хочется отметить, что если у вас два варианта, вы либо живете счастливо сами и демонстрируете своему мужу о том, что можно быть счастливым. Да, можно быть счастливым человеком с вами примером, либо вы остаетесь вот в чувство вины и не позволяете ни себе быть счастливым, ни ему, игнорируя при этом выбор. Выбор, выбор человека, жить вот каким-то определенным, определенным образом. Да? Вот. То есть по факту вы не уважаете своего мужа, по факту вы не принимаете его решение, которое он выбрал. То есть решение его быть депрессией, решение не расти дальше. Вот. И по факту именно с уважительного отношения к себе, к своим чувствам, к своим желаниям, нужно начать и установить причину, по которой вы обесцениваете их, в пользу участия другого человека, неважно кого. То есть человека, по сути человека, вы не извергаете до уровня животного. Вот мы ответственны за тех, кого приручили, да? Вот. И в случае с питомцем, да, это действительно так. То есть в случае с питомцем, с питомцем нельзя просто, нельзя просто взять, да, и выбросить питомца на улицу, да, и взять какого-то другого. Это действительно нельзя, потому что существо зависит от нас. Вот. Но оно по-другому не может. Оно по-другому не может. В принципе. У человека существо самостоятельное, и важно понимать, что когда его жалеют, когда пытаются взять за него ответственность, когда пытаются ему помочь даже несмотря на то, что сам человек этого не хочет, это расслабляет. Это расслабляет, это вот внушает, внушает такое ощущение, что сам-то я ничего не могу, сам-то я ни на что не способен, сам-то я не могу, ничего не могу. И в итоге эта ситуация отлится, 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 отлится. Вот. Ну и я думаю, что для вас не след, что вы свои собственные ощущения обесцениваете, вы себя саму сперва сейчас обесцениваете, опять же, свои, твои желания, своя честность, вот своя желание, например, быть свободной, вы обесцениваете. Потому что там, что вам, ну вот, вы по-прежнему привязаны к своему мужу. Вот. А что касается зависимости любой, то любая зависимость, это потребность определенная, это совершенно не случайно, что вы были матерью для своего мужа, а он был для вас, родителям тоже, и, в общем-то, это потребность, она никуда не делась, она по-прежнему осталась. И я так полагаю, что, ну, почитав какие-то темы, вы вряд ли сможете решить эту проблему. Все-таки вам нужна психотерапия, вам нужна помощь, вам нужна психотерапия. Вот. Поэтому, тут не нужно думать, что зависимость, в которой вы жили там несколько лет, или там гораздо больше, и которая, скорее всего, на протяжении всей жизни у вас, эта зависимость просто возьмет и уйдет. То есть это невозможно, она не уйдет. И, как я уже сказал, она сохраняется до сих пор, она никуда не делает. Нужно работать с потребностной сферой, которую вы обесцениваете. И осудить в этом обесценивании и является чувствованием. Вот. И КПР представляет из себя, КПР представляет из себя подавленную агрессию, подавленную защиту, подавленное стремление защитить и отстает свой интерес. Вот. Вроде бы сейчас вы это делаете, но все равно вы себя видите. То есть это происходит как? Это происходит как? Человек, который требует, да, у человека есть какие-то ожидания. Ну, у других людей. И нормальной, естественной реакцией на, вот, деструктивные ожидания является протест. Ну, протест. Я не хочу, не буду, ну, это протест. Ну, а протест подавляется, протест заглушается, и человек, если он неустойчив, а неустойчивым является, например, ребёнок, вот, человек, если он неустойчив, он это внутрь себя загоняет. И этот протест оборачивается против него самого, вот, в виде обвинения. Вот это со мной что-то не так. А тут энергия сохраняется. Вот. Энергия никуда не девается. Никуда не исчезает. Не исчезает. Вот. И такая вот история. То есть вам надо отыскать, вам надо отыскать этот момент, вот, когда вы загоняли внутрь свой протест. Вот. Вспомнить его. Пережить этот протест. Прочувствовать его. Прожить его. Вспомнить, как это будет само собой. Вот. И будет проще. Потому что ту модель поведения, которую вы сейчас продвигаете, оправдывает человеческими чувствами. Это очень деструктивная модель. Это модель, дискредитирующая полностью человека. И привязывающая к нему другого человека. То есть вам. То есть, грубо говоря, вы не считаете, что муж, это настоятельный человек, который способен сам со всем справиться. Ну. Что сегодня? Так. Уничижительно воспринимает мужчину. Да, он не идеален. Ну, кто из нас идеален? Вот. Так что... Вот. Такая история. Вот. В принципе. Что-то я мог бы вам сказать. Да? Вместе с тем, ошибочно думать, что отец и мать вам не нужны, то есть вообще-то эти эго-состояния, они нужны. Они нужны. И иногда это то, что заботится о нас, и то, что направляет нас иногда, в определенной степени. Вам необходимо научиться гармонично существовать с родительскими эго-состояниями в себе. Не отвергать их, не отрицать, а существовать с ним. Это тоже отдельное, так сказать, ответвление, работу. Дальше. Если мы говорим про обиды, то обиды – это ожидание чего-либо. В свою очередь, ожидание чего-либо есть желание. И коль мы говорим про желание, то именно с вашими желаниями, которые образуют обиды, и нужно разбираться. И брать за них ответственность. Потому что потому-то именно вам обидно за то, что якобы жизнь, здесь у нас перекладывание ответственности лично идет, распорядилась так, что эта ситуация произошла, на самом деле, дело не в жизни, а в том, что каждый из вас сделал свой выбор. Каждый из вас получил ровно то, что следовало за этим выбором. И вы отказываетесь признать. Человек должен платить цену за свой выбор. Должен расплачиваться. Так он познает себя, познает свою ответственность. Не жаль вас разочаровывать с тем, что вы не переросли. К сожалению, тот факт, что больше не хотите быть мужчиной, не означает, что вы переросли. Чувство вины об этом намекает. Не жаль вас разочаровывать. Я надеюсь только, что вы прислушитесь к тому, что я сказал, и поступите правильно. Поступите полезно для вас. Так, как полезно для вас. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас появится желание, обращайтесь в любом вы специалисте. Мы будем рады помочь. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.